Дважды в неделю тренировки по слэдж-хоккею, трижды в бассейне и еще три раза в неделю мечевой бой. В таком жестком графике Дмитрий Курунов живет последние шесть лет, с тех пор, как в его жизни произошла трагедия. В 2016 году он работал инструктором по дайвингу в Таиланде, а когда после погружения всплыл на поверхность, по нему на высокой скорости промчался катер. Дмитрий потерял ногу, но не утратил веру в себя и свои силы. Он всегда занимался спортом, решил освоить новые направления. Я стал искать, что мне поможет побыстрее реабилитироваться, какой вид спорта. И на протезном предприятии встретился с ребятами, стал у них спрашивать, говорить про себя. Нырять-то я нырял с одной ногой, у меня это было без проблем. А когда получил протез и стал ходить, захотелось еще что-то. Меня позвали в хоккей. Я же не встану, я не смогу на протезе, я пока еле хожу. У нас есть пока слэдж-хоккей, можно кататься в санях. Освоив слэдж-хоккей, Дмитрий решил создать детскую команду. Там успешно занимаются ребята с ДЦП, но пока из-за коронавируса тренировки не проводятся. Хоккей Дмитрию показалось недостаточно. До травмы он участвовал в исторических реконструкциях, сражался на мячах. На сборах увидел, что существуют реплики – мягкие копии средневекового оружия. И решил освоить этот вид боя. Освоение пошло. Причем я тренировался на равных с ребятами, как я их называю, полноприводными. Я на одной ноге. И выходил в лидеры. Поэтому мне предложили пойти на курсы и стать инструктором. Сегодня Дмитрий Курунов – единственный в России инструктор мячевого боя на одной ноге. В этом году появились конкуренты. В Москве также подготовили команду. 21 февраля самарцы поедут в столицу на сборы. Пока у меня путь научиться самому рассказать и научить других, что человек может сделать на обычном протезе, предназначенном для ходьбы. Вот у меня протез, он собран, можно сказать, по индивидуальному заказу. Но поскольку он ориентирован лучше на ходьбу, у него очень хороший мягкий шаг. Он держит легкий бег, он держит легкие прыжки. Но вот для большого спорта просто за спортсменами не убежишь, которые бегают на профессиональных, на таких, на пружинных скобах. Но, тем не менее, скажем, для метания ножа, для фехтования. Не покидает Дмитрий и мечта вернуться в обычный хоккей. И постепенно с саней я вот становлюсь потихонечку, тренируюсь и возвращаюсь в вертикальный хоккей. Тут немножко посложнее, но не все сразу. Дмитрий говорит, если чего-то по-настоящему хочешь, нельзя останавливаться на пути к мечте. Еще у меня в плане сейчас освоить танцы и, может быть, для ребят открыть школу танцев. Я попал под катер, когда учился танцевать сальшем. И обидно то, что не доучился. Мне очень хочется это восполнить. Виктория Шарой, Николай Сидоров. События.